В нашей стране мы не имеем этот устройство в такси Вот такое устройство в такси по которому можно наблюдать движение по которому едем такси личный номер его указан сколько километров в Раипе и вот пожалуйста можно смотреть карту приложить или кэш очень приятно молодой человек из Кении Иман 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 Для моего подписчика Спасибо Сан Сан И все таки Твая это не Абудаги Здесь совершенно другие здания проверяем по улице но естественно улица того Шейхзаеда Род Шейхзаедствий потому что здесь все улицы Шейхзаеда вот такие переходы развязки вдоль дороги Идеальное конечно покрытие Я уже не раз это вот просто для себя отмечала что здесь идеальное покрытие Ни снег, как говорится, ни ветер ни снега здесь нет а только ветра ветра и узок температуры однако дорога конечно очень ровнейшая просто Многополосная 5 полос вот все ездят в маске вот водитель этого такси на котором я еду тоже в маске он из Кении у него шикарный такой девайс впереди вот мы уже посмотрели этот девайс вот и вот сейчас проезжаем уже подъезжаем в сторону аэропорта но я еду в сторону аэропорта на такси потому что если ехать на машине из Абудави то при возвращении в Абудави допустим то есть у меня была провожала ему пришлось бы опять выдерживать эту изоляцию сдавать эти тесты вальхозно а ну может быть ей изоляцию не надо будет держать но тесты точно сдавать надо вот это вот наземная электричка так называемое метро наземная часть метро Дубайского наземная часть метро которая проходит вдоль дороги в аэропорт ну таксист приехал работать сюда в Абудави уже 3 года работает вот он с Кенни очень как сказать тяжело в таком плане человек может сдавать в другой работе ну это понятно у него виза такая только на такси если ограничения нет свободы он мог быть другой хотя он учился в сельхоз в сельхоз колледже он закончил мы с ним нашли общие темы разговоры вот поговорили но работает таксистом в Кенни осталась семья у него жена с ребенком а вот он работает три года уже здесь ну такой доброжелательный приятный молодой человек а мы двигаемся в сторону аэропорта такая дорога ну тоже кусочек дороги уже мы поехали в Дубай в Дубай потому что осталось немного доехать до аэропорта а там уже будут другие совершенно виды но впечатляют конечно здесь такие огромные развязки мощные ну конечно Дубай так же как и Абудави это город и пески везде песчаные окрестности можно наблюдать только песок песок и камни вот опять станция метро очередная станция Energy называется Энергия и идем пока в сторону аэропорта ну сейчас видим красивую часть города которая видна вернее знакома наверняка многим по интернету по открыткам различным где рекламируют туры в Дубае вот это район где только сверкает стекло зеркальное стекло просто и бетон очень много мечети в Эмиратах что в Абудави что в Дубае вот очередная мечеть через каждые сколько-то там метров есть мечеть где можно помолиться то есть совершить намаз так а мы выезжаем уже в такую часть Дубая красивую можно так сказать что она красивая да вот там возвышается на той стороне Буршалиф сейчас посмотрим с какой стороны будет проезжать но мы были в прошлом году в Дубае с экскурсией приезжали сюда на на золотую рамку подымались прошли пар каран в этом году не получилось потому что везде ковид то есть ограничение связано с ковидом и чтобы приехать в Дубае из Абудави то придется опять держать до изоляцию платить за 185 дирхам удовольствие никакого поэтому только живем в воспоминании о прошлом о прошлом посещении которое у нас было в прошлом году мы хорошо рассмотрели этот город было ну много где мы были здесь в Дубае а мы пока едем по Дубайской трассе Дубайское шоссе шоссе Шейхзаед наверное и здесь и здесь Шейхзаед вот вот опять станция большая станция да это метро тоже Дубайское метро а вот там начинается уже город район так Пурчхалиф вам виднеется сейчас посмотрим да проезжаем электричку электричку проезжаем о метро выдавим часть метро так пурчхалиф тут наверное да 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 вот эти все знаменитые небоскребы которые видны на всех проспектах вот отличается совершенно вот это вид вот авудавских пейзажей то есть другой город сразу видно что это другой город так а я не вижу больше налив вот вот это часть дубай мне очень нравится здесь ну как нравится нравится только тем что просто думаешь господи как здесь люди живут вот это все вот это стекло зеркальное стекло и бетон здание но это конечно не аримайланд потому что здесь я не вижу вообще никакого моря никакого персидского залива и здесь только здание стекло и бетон взмывающиеся вверх да оригинальная постройка очень красиво необычно для глаз для нашего но жизнь наверное здесь все таки не очень хотя нет дома комфортные очень комфортные дома вот опять метро проезжаем так good frame good frame where is good frame good frame good frame good frame here I don't see I don't see I don't see I don't see ok сейчас будем приезжать в золотую рамку посмотрим золотую рамку хотя бы из окна такси ну золотую рамку мы уже проехали оказывается на другой стороне был я не увидела он не подсказывался водитель ну ладно золотая рамка она осталась на позади нас мы ее проехали ну может быть мы сейчас видим Бурдж-Халифа хотя бы издалека вот Бурдж-Халифа мы не были вот с экскурсией у нас в прошлый раз не получилось попасть в Бурдж-Халифа может быть сейчас просто посмотрим со стороны ну я бы не сказала что есть такое прям оживленное движение например как в Москве или в Уфе например час пик что-то мне кажется мало машин ну здесь в связи с ковидом очень многие компании закрылись и отпустили своих ну как уволили своих работников и ну многие компании особенно туристический бизнес пострадал конечно пострадал потому что мало по автопу лежать ну вот все равно мало машин что-то или не час пик мы едем сейчас времени у нас 11 часов еще нет по местному времени может быть поэтому ну хотя бы посмотрим да они красивые из окна автомобиля это все у Дубая совершенно другой вид совершенно отличается конечно от Абу-Даби какой-то он другой хотя Абу-Даби считается столицей эмиратов но многие пишут что Дубай это столица эмиратов нет официально столица эмиратов это Абу-Даби так так мы едем в сторону международного аэропорта Дубайского в какой-то госпиталь проезжаем и здания какие-то она говорит клиника клиника отель отель в в в в в в окей вот он показал что там далеко далеко курж-колик сейчас пори ближе посмотрим курж-колик курж-колик уже где-то курж-колик не вижу так спасибо тут в тумане далеко очень ладно а вот да-да, я вижу вот вижу Вижу, вижу путь крифа, путь крифа, так, скрывается он от нас, переходы, переходы, а, о, далеко там, в Мирсе, ага, так, да-да-да, вон он, как мираж в пустыне, ну, сегодня очень жаркий день, ну, как, не самый жаркий, конечно, день, но вот, да, вот, в Мирсе, как раз, и с утра какое-то, вот, типа, облако было на небе, не облако, вернее, подымалось какая-то, даже, я не знаю, может, это буря полевая идет, или что-то, так, надо убавить этот сезон, потому что все равно не видно, вот, и, может быть, поэтому шарик мы не видим, то есть издалека, ну, сейчас дальше дальше перебиваемся в сторону аэропорта красиво здесь клубы, конечно, очень красиво газоны и вот уже аэропорт да, побежаем к аэропорту все, все, короче, сейчас побежаем к аэропорту продолжаем все из окна автомобиля из окна такси едем в аэропорт Дубай из Абу-Даби и сейчас вот появляется здание Бурдж-Халифа самое высокое здание в мире которое как в дымке в каком-то там ой, опять пропало это здание не дается не показать никак как какой-то мираж возникает в пустыне и опять пропадает ну, вот здесь тоже люди все ездят в машине в масках потому что это повсеместно и только в Абу-Дабе надо быть в маске но и во всех эмиратах вот здесь очень строгий режим в отношении коронавируса и поэтому может быть у них такая низкозаболеваемость ну, все соблюдают здесь на улице без маски не появляются в торговых центрах все в масках в машинах все в масках если больше одного пассажира то все должны быть в масках несмотря на то, что на улице такая жара вот сейчас 38 ну, в день не 38, 37, 36 было 32 лежать тяжело но люди все равно даже бегали в масках вот я времена каждое утро совершала и каждое утро мы бегали ходили в масках народ вот сейчас смотрю приезжаем в какой-то мол оазис мол ну, здесь в эмиратах торговый пункт центр называется молами ну, наверное и в других странах тоже мол но у нас почему-то называются торговые центры вот вот хотя вот я знаю, что на севере тоже появились смолы говорят там есть смол какой-то на севере в Нижневарбовске, по-моему сейчас мы глянем где там Пачхалипо вот она опять пропадает Пачхалипо насыщающие здания мир не хочет нам попасться в кадр я говорю в маске, поэтому наверняка опять меня плохо слышно но ничего нельзя сделать потому что я сижу в такси и все должны быть в масках вот 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 как раз посмотреть можно как строят здания высоченные вот какие здесь краны то есть краны еще выше чем здание строительный кран да а здесь есть просто какие-то шпили район шпили район шпили натуральный да и дальше все в каком-то едином ансамбле построены да о какое интересное здание а вон и Пачхалипо появился о все сейчас посмотрим Пачхалипо вот это вот окрестности которые которые находятся возле Пачхалипо можно так сказать не окрестности конечно это район целый но вот это здание которое считается самым высоким зданием в мире вот оно возвышается над всем Дубаем да ну тут конечно райончик как осколки стекла осколки стекла и зеркало осколки стекла вот Пачхалипо мы сейчас его пройдем рядом я переживала что мы не сможем посмотреть этот район дубайский район какой-то да вот пожалуйста хорошо видно Пачхалипо сколько же он метров я не помню по-моему 600 надо досмотреть я не плыву сколько он метров вот даже не хватает в нем камер приходится поднимать вот она возвращается да ой пропала вот опять вот она башня пачхалипо все закрывается и местами да здание игла просто здание игла ой пропала у меня это своеобразная архитектура в эмиратах ну это самый богатый эмират Дубай Абудаби или Абудаби Дубай самый богатый эмират я не знаю кого Пальма Пермь не знаю но Дубай все таки то есть туризм то не остановился туризм хотя не знаю может быть и Абудаби вот а другие эмираты не такие роскошные не такие эффектные вот мы поедем в Рассельхельм и посмотрим какая там архитектура кстати такси в Дубае а все песочного цвета тоже дает и камрь по-моему а в Абудаби серые но там именно так отличается по цвету то есть если приезжает в Абудаби песочный цвет такси это значит приехали из Дубая и наоборот вот вот красиво интересно это у них какой то объект его строили когда мы приезжали в прошлом году а вот его сейчас закончили надо посмотреть что это такое честно говоря я не знаю что это такое там именно там что-то написано на арабском языке а что именно я не знаю надо посмотреть здесь уже старая часть города можно так сказать ну более старая часть потому что не такие не стоят здания уже видно да вот Ибоскребы строятся о господи еще вышли как Ибоскреб да даже такие не построены вот некоторые здания строятся таким образом что вот кран внутри здания остается там как бы только часть съемана а основной как бы фундамент он остается внутри здания нет ну я знаю такое что такая технология есть и играем в туннель по туннелю мы придвигаемся дальше много цветов конечно здесь много насаждения которые цветут очень ухоженные лыжайки ухоженные все сады вот остался там вдалеке вот какая-то пирамида впереди нас что за пирамида да пирамида понятно наверное другого можно сказать да забором садом ведь какой красивый много зелени здесь в городе в городе так же все пустыня пустыня Живая изгрызь, можно так сказать, живая изгрызь, институт. Может и нет, может я ошибаюсь. Есть амарат заправки. Но мне все равно было сказано, что это одна и та же фирма. Все равно все подлежат государству, то есть Эмират, шейхам этим. Здесь монополия, конечно, до бензина заправки есть монополия и на сеть. Сотовая связь, тоже только один поставщик. Здесь салат и интернет, здесь тоже один поставщик интернета, тоже один провайдер. Здесь монопольные такие услуги. Вон какой-то еще очередной осколочек торчит. А остается у нас справа здание осколок. И дальше восхищаются стройки. То есть не прекращается здесь строительство. Город строится дальше. Вот уже подъезжаем к аэропорту. Мы уже едем по территорию аэропорта DXB. DXB, Дубайский аэропорт. Международный терминал, да и международный аэропорт. О, тут сюда какие-то стенки появились. Вот лучше так снимать. Тут ничего интересного пока. На стенах прямо вот нарисовано, как из плитки выложены. Картинки зданий, которые в Дубае. Ой, а тут уже ничего не видно. И мы сейчас уже должны подъехать к своему выеходу до DXB. Терминал, какой не знаю я. Эмирайтс. Это уже аэропорт. Там в Дубая.